Для взрослых отрада, для детей радость самовыражения. Итоги работы дошколят и школьников подвели на праздники детства. Десять лет назад такая традиция зародилась именно в Щелковском районе. В этом году торжественные мероприятия стартовали 17 мая. С концертной программой в районном культурном комплексе выступили дошкольные учреждения. Всего 27 детских садов. Песни, танцы, театральные постановки прошли ярко и слаженно. Каждый ребенок на сцене получил заслуженный подарок. Замечательное мероприятие, которое показывает уровень подготовки детей. Которое говорит о том, что дошкольное образование, став ступенью образования, готовит наших детей для счастливого будущего. И о том, как в садах разносторонне развивают деток. Продолжилось празднование на следующий день поздравлением школьников, победителей и призеров районной программы социализации детей и поддержки творческой одаренности «Радуга успеха». В ней приняло участие более 21 тысячи ребят. В эту программу вошли творческие и спортивные конкурсы. Движение «Юный пожарный», «Юный инспектор движений», «Юный спасатель» и другие. Победителей наградили по 12 разным направлениям. Самое главное, что у вас получается попробовать себя в различных видах деятельности. Потом, когда вы вырастете и выйдете из тех школ, то, что вы здесь получили, те умения, навыки, те знания, они обязательно пригодятся вам. Особенностью праздника детства стала благотворительная ярмарка «Подари жизнь». Учащиеся школ, воспитанники детских садов и учреждения дополнительного образования представили изделия ручной работы. Все денежные средства от продажи поделок будут направлены в помощь на лечение школьницы Марии Останиной. В прошлом году такая пришла мысль нам. Считаю, что очень важно, чтобы наше мероприятие, которое посвящено празднику детства, оно приносило, кроме того, что удовлетворение, как подведение итогов работы за год, но еще и какую-то конкретную пользу. Я сделала мыло ручной работы, этим я занимаюсь уже достаточно давно. Я хочу продать этого мишку на благотворительность. Эти дети сегодня меняют мир. Все средства, полученные со школьных работ, идут на благотворительность. А умеют они действительно многое. В этом им сегодня помогает фантазия и эмоции. Присутствовало на празднике и новшество. Областной фестиваль, конкурс мастер-классов по народному творчеству и художественным ремеслам творчества. На этой выставке свое умение и мастерство продемонстрировать смогли не только юные таланты Щелковского района, но и гости из образовательных учреждений других муниципалитетов Московской области. Мы этому, безусловно, очень рады и гордимся, что Московская область и Министерство образования выбрало именно Щелковский муниципальный район и сделали все для того, чтобы это состоялось. Проведение фестиваля в преддверии летних каникул оказалось как нельзя кстати. Праздником детства завершается трудовой год обучающихся. И в майские дни напоминает о хороших традициях празднования Дня Пионерии. Марина Познякова, Игорь Поляков, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова